Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! Вы смотрите новости на УТВ в студии Ирины Баракиной. Сегодня главная тема выпуска. В режиме ЧАЭС в администрации Серпухова продолжают вести работу по ликвидации чрезвычайной ситуации. В кольце полигонов сколько свалок отравляют жизнь жителей Серпухова по вине районных властей. Главный документ Дмитрий Жариков вручил юным серпуховичам первые паспорта. 12 декабря в 1993 году у России был принят основной закон государства Конституция. Именно в этот день юные серпуховичи получают документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. В торжественной обстановке дома детства и юношества школьникам, достигшим 14 лет, паспорта вручил глава города Дмитрий Жариков. Поздравляю вас с государственным праздником, с днем Конституции Российской Федерации. Это, пожалуй, самым главным государственным праздником нашей страны. По традиции в праздничный день проводится вручение паспортов юным серпуховичам. В церемонии принял участие начальник межрайонного отдела УФМС России по Московской области в городском округе Серпухов Алексей Остапенко. Основной документ гражданина России получили 25 учащихся школ городского округа. Торжественное вручение паспортов – это очень важно. И мне кажется, ребятам и нам, которым вручили паспорт, на всю жизнь запомнится и будет еще каким-то стимулом стать хорошим человеком. Для меня это очень огромная ступень. Я себя чувствую подзрослевшим. Для меня появились новые законы и появилась уголовная ответственность. Это очень интересный документ и для меня это очень важно. В торжественном мероприятии приняли участие творческие коллективы городского округа. В репертуар вошли песни о России и музыкально-литературная композиция «Книга памяти». Администрация городского округа продолжает работу по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Серпухова. Сегодня в муниципалитете состоялось очередное заседание оперативного штаба. На мусорном полигоне Сьянова-1 техника работает круглосуточно и в ближайшие дни один из самых больших очагов возгорания будет потушен. Работы по ликвидации очагов возгорания на полигоне Сьянова-1 ведутся полным ходом. За три дня на свалку было завезено почти 4000 кубометров грунта. Техника работает в круглосуточном режиме. Три самосвала и бульдозер. Два экскаватора на самой высокой точке очага возгорания смешивают строительный материал с тлеющим мусором. Сейчас задымление должно быть гораздо больше, потому что мы вскрываем очаги. И когда мы вскрываем очаги, они у нас уже появляются не только задымленные, но и с открытым пламенем. На прошлой неделе был заключен контракт с подрядной организацией «Виватранс». Напомним, правительство Московской области выделило 30 миллионов рублей для ликвидации очагов возгорания. На сегодняшний день подъездные пути к телу полигона готовы на 80%. Завтра начнется монтаж противопожарной трубы, которая будет проведена в самую высокую точку тела в мусорной свалке. Вопросы возникали, зачем эта труба нужна в зимний период. Она в зимний не нужна, но весенний и летний она там понадобится. Зимой сейчас, понятно, нет, потому что вода замерзнет. А весенний период, тот же пожарная машина, когда к нам приезжала и когда у нее не хватало воды, просто у нас будет противопожарный запас большой воды, который можно будет уже наверху использовать, не съезжая машине вниз. Самый большой очаг возгорания на западном фронте полигона его удалось потушить почти полностью. За три дня строительная техника перемиксовала грунт с леющим мусором больше, чем 600 квадратных метров. Через три дня должны приступить к ликвидации очага в северной части Сьянова-1. И в продолжение темы. Пока власти городского округа решают проблему с Сьянова-1, чиновники Серпуховского района устраивают провокации. На этот раз скандал разгорелся вокруг свалки Лесная. Напомним, в конце ноября туда был перекрыт проезд мусоровоза. Не обошлось без правоохранительных органов, которые пресекли незаконные действия, в том числе и главы района. Ответ от него последовал незамедлительно. Александр Шестун оскорбил полицейских в прямом эфире. Подробности далее. 30 ноября. Въезд на полигон Лесная перекрыт. Выстроилась колонна мусоровозов. Костер посреди проезжей части. На дороге живой щит из людей. Движение парализовано. Что это? Спланирована акция? Протест? Как выяснилось, власти Серпуховского района таким образом ремонтируют дорогу. Но зачем здесь собрались активисты? Чьи интересы пришли отстаивать? И зачем заблокировали проезд? Вы представляете, что вы сами здесь живете? Мы живем в большевике. Это же ненормальная ситуация. Ольга Анатольевна, я являюсь председателем правопоездного оборудования. Я являюсь жителем города Серпуховского. Очень приятно. Я тоже живу в сяду. Да, и работаю сейчас. Я временно исполняю обязанности начальника управления интервью. Я вам разъясняю, вам, 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 всем вам присутствие, что мы сейчас, вы, находитесь на проезжей части. Это дорога. И что вы нажите с моего? Дорога предназначена для движения обмоток транспорта средств. Беспорядочное нахождение на дороге, а также перекрытие дороги. У нас запрещено административным кодексом под угрозой наказания. Правоохранительным органам пришлось вмешаться в ситуацию. Стражи порядка потребовали прекратить противоправные действия и освободить проезжую часть. Только активисты на требования полицейских не отреагировали. То ли под угрозой наказания и увольнения, то ли еще по каким причинам. Там, на полигоне, был личный глава района Александр Шестун, который с важным видом учил полицейских, как надо правильно работать, а главное, по закону. Ну, обратись в пропоратуру, в суд, да, вы же можете выйти. Вы представление можете выписывать. Вы можете выписывать. ГАИ можете выписывать представление. О нарушении закона. Потребовать, да, открыть дорогу и так далее, и тому подобное. На главу района был составлен протокол об административном правонарушении. Правда, для этого полиции пришлось Александра Шестуна разыскивать. Несколько дней правоохранительные органы не могли его найти. В итоге чиновнику грозит штраф под 50 тысяч рублей. За нарушение статьи 20.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, блокирование транспортных коммуникаций, семь наиболее активных участников были задержаны и доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы. Почему-то Шестун очень любит учить других, как работать правильно. При этом сам зачастую поступает наоборот. За то, что сотрудники полиции выполняли свои обязанности и составили на главу района протокол об административном правонарушении, Александр Шестун оскорбил их в прямом эфире и в выражениях явно не стеснялся. Выбирал слова, как «заправский слесарь». Эти вот морды, я не побоюсь сказать, рожи отъевшиеся такие, хватали людей и тащили их. Вообще, что это? Что это такое, как полиция может быть? Такое поведение для высокопоставленного чиновника, тем более для руководителя муниципалитета, как минимум неприемлемо. Видимо, Александр Шестун считает, что он может делать все, что в голову придет. Кроме того, глава района вместо того, чтобы решать проблемы с полигоном Сьянова-1, продолжает устраивать провокации. И страдают от этого люди. Теперь активистам несанкционированной акции придется заплатить штраф 50 тысяч рублей. В администрации Серпухова состоялось традиционное совещание с подрядчиками. По поручению Дмитрия Жарикова с представителями компании, выполняющими благоустроительные работы, провел встречу заместитель главы муниципалитета Олег Сотник. На сегодняшний день работы ведутся на 15 объектах. Строительные бригады устанавливают остановочные павильоны, асфальтируют парковки. Ведется работа и в дошкольных учреждениях. На сегодняшний день практически закончен ремонт групповых ячеек в детском саду «Елочка». До 20 декабря подрядчик пообещал привести в порядок фасад здания. Все работы по благоустройству находятся на контроле у городских властей. В Серпуховском районе опять готовятся к митингу. За неделю до новогодних праздников люди соберутся у администрации сельского поселения Васильевское, чтобы выразить свое несогласие с открытием нового полигона у деревни Фенина. Много вопросов и по другим полигонам, которые уже работают на территории Серпуховского района. На свои многочисленные запросы местным районным властям убедительных ответов жители близлежащих населенных пунктов не получили. Поэтому решились на крайние меры. Жорновка, Павловка, Сьянова и Лесная. Четыре полигона на один Серпуховский район. Не много ли? К тому же ни один из них не отвечал санитарным нормам. Ни один не эксплуатировался без нарушений. Три уже закрыты. Однако рекультивация на них не проводится и в ближайшем будущем не планируется. Всем этим помойкам и полигонам существуют хозяева. Вот если я в школе сдаю в аренду помещение, неважно кому, я за это помещение несу ответственность перед городом и государством. Если эти помойки находятся у кого-то там в арендах, то отвечает их, наверное, за них, наверное, власти района. Согласитесь, на сегодняшний день это самый актуальный вопрос. Действительно, почему арендодатель администрации Серпуховского района в свое время не контролировала деятельность компаний, которые эксплуатировали полигоны ТБО? Десятки гектаров земельных угодий у деревни Жорновка, на которых когда-то выращивали кормовые культуры для животноводства. Сегодня они непригодны к использованию. Это мертвая земля. Как вспоминают старожилы, свалка возникла стихийно. Ни о каких фильтратах от вода, вредных свалочных вод здесь говорить не приходится. Сюда свозили мусор не только из Пущино и района. Машины приезжали даже из Тулы. В аренду эта территория была отдана администрация Серпуховского района. За все, что происходит в Серпуховском районе, отвечает руководитель Александр Вячеславович Шестун. Вот и за этот полигон, а скорее всего, свалку близ деревни Жорновка. И они словно забыли. Странным образом, но арендодатель не только не интересовался, как работает та или иная компания на полигонах района, но даже закрывал глаза за задержку оплаты за пользование землей. Уже пятый год заброшен и протвинский полигон Павловка. Насколько выгодно было эксплуатировать его и почему до сих пор не начата рекультивация, пытался выяснить местный правдоискатель Петр Акулов. Полигон хотя и закрыли, но с эксплуатировавшей его МУП ЖКХ, по решению суда так и не взыскали нанесенный экологией ущерб 95 миллионов рублей. Здесь, по мнению Петра Федоровича, был найден привычный для Сепуховского района хитрый ход – процедура банкротства. Расплачиваться за чужие долги будут добросовестные налогоплательщики, то есть простые жители района. Рекультивация Паратвинского полигона будет производиться из бюджетных средств. Не ранее 23-го года. Земля принадлежит району, и они отвечают за все, что творится. Они – хозяева. Значит, Шестун через свою газету районную обвиняет всех. Приплели советскую власть в 80-е годы, что вот началось в 80-е годы, и все виноваты. О главе Сепуховского района проблемами свалок, судя по всему, заниматься некогда. Он то ораторствует на митингах, то выступает с обличительными речами на гражданских форумах. Уровень коррупции есть везде. Он есть и на уровне района. Конечно, он есть и на уровне поселений. Можно ли считать это признание, прозвучавшее из уст главы Сепуховского района буквально несколько дней назад, как подтверждение причастности к многочисленным земельным и свалочным аферам? Одна из них касается скандально прославившихся полигонов «Рубеж» и «Лесная». Сегодня Александр Шестун дистанциируется от свалки на «Лесной», которую сам и организовал, а потом и расширил, подписав документы 31 декабря 2014 года. Ни о какой рекультивации разговор не идет. Это не очень выгодно главе. Сегодня он больше думает о том, что приносит прибыль. Александр Шестун обвиняет других в том, что район на грани экологической катастрофы, а он к этому отношения не имеет. Удобная политика, но факт и упрямая вещь. И они говорят о том, что именно глава района снизил арендную плату в ущерб жителей района. Район, а не город, заключал договор аренды и долгосрочный договор на 49 лет СОО «Скайвэй», у которой основной вид деятельности – растение и водство, заключил никто другой, как руководитель Серпуховского района. Уровень коррупции есть везде, он есть и на уровне района. Миной замедленного действия сегодня остаются и свалки в Протвино и в Жорновке. Какие отходы туда свозили, сегодня никто не знает. А люди, потеряв доверие к властям, опять готовы провести акцию протеста. Обитатели многочисленных СНТ и деревень, расположенных по соседству Сфенина, напугана информацией об открытии в Серпуховском районе еще одной свалки. Вы в Серпухове живете? Что вы запах свалки чувствуете? На Звездной 9, туда временами порозья ветров, получается, подходит воздух вот этот манючий. По дороге едешь здесь, по Московскому шоссе, тоже вонь сплошная, понимаете. Сюда дом, сюда тоже порозья ветров, тоже подходит эта вонь. А здесь еще решили совсем рядом сделать эту помойку. Кто же это делает? Нужно дальше уносить это из завода, как Путин рассказывает, что нужно делать. Вот где нужно размещать все. А здесь, получается, никто ничего не делает, и мы категорически против этих разных свалок. У нас предложение, только кто бы нас услышал с нашим предложением. Год экологии объявлен. Для чего он объявлен? Хотя бы научили бы людей собирать раздельно мусор. Пожалуйста, начинайте раздельный сбор мусора. Начинайте, только от администрации это зависит. Поставить контейнер отдельный и написать бумага, стекло, пластик. Чего проще? Жители уже не надеются, что их услышат. Глава Серпуховского района признал свою беспомощность в решении серьезных проблем. Дефицит доверия своих земляков Александр Шестун исчерпал. И об этом люди хотят сказать ему во время митинга, за неделю до наступления Нового года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил навести порядок в отношении аварийных недостроев. На заседании подмосковного правительства руководитель региона дал указание главу муниципалитета выявить все недострои и подготовить алгоритм действий по каждому объекту не позднее 12 января. В первую очередь снос коснется больших недостроенных зданий, возведенных зачастую самовольно. Они не только портят городской облик, но и являются источником повышенной опасности. Многие постройки признаны аварийными и в них свободно гуляют дети. В Серпухове работу по сносу самостроев ведут уже более полутора лет. За это время территорию муниципалитета освободили от десятков незаконно построенных опасных объектов, некоторые из которых десятилетиями портили вид города. Подведены итоги третьих городских рождественских образовательных чтений. Тема этого года – нравственные ценности и будущее человечества. Важность темы в процессе духовно-нравственного воспитания детей отметила председатель комитета по образованию Любовь Владимирова. Самое главное – это то, что идет через эти чтения, то, чему они посвящаются. И эта тема, которая заявлена на эти рождественские чтения, она ежегодно находит отражение в работе каждого образовательного учреждения. Через каждого педагога, через каждого воспитателя идет та ниточка от ребенка к педагогу, от педагога к ребенку, к родителям, которая позволяет нам сохранять красоту души, которая позволяет нам сохранять свои исторические формы. В муниципальных мероприятиях, проводимых в рамках третьих серпуховских образовательных рождественских чтений, приняли участие представители серпуховского благочения, молодежной организации городского округа серпухов, учреждения образования и культуры. Лучшие проекты в области нравственно-патриотического воспитания были отмечены благодарственными письмами. 10 декабря в Ступино состоялось открытое первенство по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения. В состязаниях приняли участие пять команд из Ступино, Коломны, Чеховой, Монтеевки и Серпухова. По итогам встреч первое место заняли воспитанницы спортшколы «Русский медведь», второе место завоевали хозяйки первенства. Бронзовым призером стала команда Коломны. И в завершении выпуска ОТВ Серпухов открывает сбор средств на лечение и реабилитацию Маргариты Грачевой. Дочь известной в городе журналистки Инны Шейниной стала жертвой зверского преступления. В ходе семейной ссоры муж отвез 25-летнюю девушку в лес и пытался отрубить топором кисти рук. Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить конечности. У Риты остались двое маленьких детей, которые ходят в детский сад. Сейчас семье очень нужна помощь. Перевести средства можно на карту Сбербанка бабушки, который сейчас находится с внуками. Реквизиты указаны на экране. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживайте свежую информацию на сайте ОТВ, на официальном сайте администрации города, а также во всех социальных сетях. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Строительная компания «Партнерство». Готовые квартиры в новом микрорайоне по привлекательным ценам. Многолетний опыт работы, высокий уровень комфорта, тысячи счастливых обладателей квартир. Компания «Партнерство». Хорошая погода в вашем доме в любое время года.